здравствуйте друзья иногда знаете ощущение такое что вот смотрят наш канал не только наши зрители не только товарищ майор там по долгу службы а еще и в белом доме вот в белом доме в конгрессе сша вот прямо такое ощущение складывается буквально вчера я так вот рассказывал о том что приближается 1 октября как начинается новый бюджетный новый бюджет новый год финансовый и трамп как бы намеревался не подписывать бюджет без того чтобы там были деньги на стену а денег на стену ему как бы не дают и в общем это как бы совершенно фантастическое такое требование и он говорит а вот пусть будет шатдаун пусть наш government там останется без денег я им там всем покажу пушкину мать и все это за месяц ровно за месяц до выборов и начальство значит республиканское ну она только выглядит так что это я их всколыхнул они конечно и без того волновались поскольку понимают с кем имеют дело а им на выборы все-таки идти трамп и приходит и уходит понимать а начальство же остается поэтому начальство сегодня буквально вот сегодня у них состоится митинг искать между трампом с одной стороны и начальством законодательным с другой то есть там будет господин макконнелл из сената руководитель председательствующий там в сенате и такое же председательство еще на в палате представителей господин рай пол райан и вот значит они там соберутся и будут уговаривать трампа не делать вот этого а ну даже как бы пишет что они с какими-то идейками вот как значит еще там денежек на забор где-нибудь там спереть но так чтобы вот не принимать закона вот такого вот смысле не включаясь бюджета вот как-то так обойти обойти слева тут украсть там украсть здесь как-то они у них есть какая-то идея как как украсть в нарушении закона и вот значит они будут обсуждать то есть я думать о них всколыхнул они испугались побежали с ботсманом договариваться тут значит ботсман надо сказать по части вот где-нибудь слева справа прихватить он молодец и вот например когда начались эти санкции ну не санкции тарифы пошлины стали устанавливать на китайский товар китай и не только китай кстати и и канадцы и европейцы они все очень точечно отвечают встречными значит пошлинами конкретно вот по производимым товарам именно в тех местах где за трампа и голосуют вот соответственно наносится некоторые удар так сказать по вот этой базе а тут выборы в частности вот удар по производителям сои и сельскохозяйственные регионы там естественно у трампа как бы основная поддержка и вот значит производители свои курятины кукурузы там еще чего-то вот это их основной продукт и вот по ним и удар и и тут значит трамп в обход конгресса там значит тоже так вот такая есть мера называется чрезвычайная помощь вот когда допустим наводнение какое или там ну какие-то стихийные бедствия и нужны чрезвычайные деньги вот он из чрезвычайных денег 12 миллиардов направил на помощь фермерам которые несут убытки то есть не то слово несут и как бы в ожидании искать предвкушение всего этого дела и говорят но они же не знали фермеры же не знали что китайцы на них наложит вот это вот но фермеры естественно не знали президент не догадывался как он мог догадываться он же совершенно вот он не догадками живет он по-другому функционирует но давайте дадим 12 миллиардов долларов 12 миллиардов долларов им будут даны в виде просто кеша деньгами в виде закупок государственных специальных там я не знаю для вэлфер может еще для чего в общем какие-то специальные госзакупки и какие-то расходы на то чтобы новые рынки для них создавать или там где-то открывать там других странах я не знаю как они там это собираются делать разъяснений не было поэт на эту тему но наверное какие-то мысли есть начнут но во всяком случае вот 12 миллиардов тютю на экстренные такие меры кто же мог знать ну действительно ну ну как можно было догадаться это абсолютно неожиданно вот допустим зима и вдруг снег да кто мог догадаться там скажем в августе что зимой будет снег значит кто вешая пошлины на этом китайский товар думал что у китая могут быть ответные пошлины кому в голову вообще мог прийти такой бред понимаете а вот случилось это как климатическое это как погодно то есть фактически деньги налогоплательщиков нынче тратится просто для проведения избирательной кампании вот ну но фактически потому что это же избиратель вот этот избиратель и возмущенный сейчас пойдет и не и неправильно проголосует вот осталось меньше четырех месяцев осталось до выбора ну конечно они могут не так проголосовать давайте год им подбросим чем на этот счет и вот из государственных средств и я просто помню как очень сильно республиканцы ругались на обаму который пытался государственными бабками поддержать помирающие отрасли экономики это было вот как раз когда кризис был там 2008 год и он деньги давал какие-то для поддержания автомобилестроения и банковской индустрии они тогда очень пострадали и вот республиканцы то есть это не не то что как бы сказать они специально на обаму они как бы в принципиальном плане считают что то отрасль экономики которая ну не выйдет не выживает начинать они должны не надо спасать она должна естественным образом искать либо выздороветь либо помереть вот и тут получается вот казалось бы сельское хозяйство ну или пусть выздоравливает или пусть помирает нифига вот его давайте сейчас им 12 миллиардов дадим мне это напоминает знаете что когда начались вот эти разборки по поводу крыма и донбасса и начали делать санкции до запада пошли санкции санкции точечно били по фактически по но не избиратели но подруга нам так сказать по опоре путина по олигархам там и силовикам там и так далее и путин сделал то же самое что сейчас сделал трамп он из госбюджета компенсировал друга нам которые реально пострадали за отечество в западных санкциях вот вот то же самое сейчас делается и в сша ну естественно есть специфика так сказать вот этого механизма до друганского то есть одни голосами поддерживают другие там еще может чем вот но во всяком случае своих не бросаем да так вот и путин не бросил и трамп не бросил ну естественно за чей счет ну да да вот за наш так понятное дело так что вот у нас такие такие пока значит новости на сегодняшний день там вообще много всякого интересного еще понабежала например тут есть один миллиардер проказник вот в корнии он решил значит на референдум поставить законопроект такой о том чтобы калифорнию на три штата разделить но по моему это был верховный суд штата калифорния он снял это дело с голосования и постановил что не только это снять но вообще как бы и в будущем вот такой фигней не заниматься и дал 30 дней но вот этому комитету ну может как миллиардеру этому на то чтобы там или а спорить или как-то ну как-то проявить интерес к тебе и этот отказался от продолжения темы то есть история с разделением штат калифорния на 3 она как началась подворотни так к там и закончилась то есть не все друзья не все можно купить за бабки вот так можно сказать если сейчас каждый миллиардер поймете будет за бабки что-то покупать то вообще не непонятно еще как цены вырастут в частности вот вот эта история сейчас тоже она постоянно обсуждается но тут новые детали как трамп ну никто за ноги не держал но как бы значит это женщина порно звезда так мы можем на русский перевести ее кликуху как а бешеная даниэла это не настоящее имя stormy дэниел да вот такая буйная даниэла или там штормовая да так если дословно она говорит что находилась в отношениях с трампом там лет десять назад вот и он все время отрицал он собственно и сейчас отрицает и они говорят что они предлагали ей деньги ну и и адвокат трампа нет мистер коган койн как по-русски вы сказали коган вот этот самый коган он ей там 150 тысяч дал фактически речь шла о том чтобы выкупить права то есть она эту историю собиралась там в каком-то таблоиде значит опубликовать они выкупили эти права у таблоида на публикацию за 150 тысяч но к чему я рассказываю они говорят что они отношения никаких не было но просто чтобы не было скандала потому то они даже в условиях когда и собственно ничего такого не было а это часто бывает юридической практике просто чтобы заткнуть того кто там выступает дать ему какие-то отступные пусть проваливает что вот на отступные они были согласны но это не значит что они признают за собой какие-то действия и так далее то есть юридическом смысле это все понятно действительно это как бы вполне вполне легитимно вот но если бы он этого не скрывал все время у скрывал лыгал ничего не знаю там туда-сюда и вдруг значит лойер тоже хорош он записывал разговоры с клиентом ну и соответственно когда это делал был налет со стороны fbi фбр давно его офис они изъяли 12 записей у них сейчас находится в распоряжении которые вот он записывал разговоры с клиентом который нынче президент ну президент он понимаете это не просто миллиардер вот мы говорим тот миллиардер хотел штат калифорнию там разделить на три части и это чисто денежный вопрос такой на миллиардерском уровне эти но когда миллиардер становится уже президентом друзья это другое дело это стоит дороже согласитесь что ну просто миллиардер с кем-то в отношении ну это там 150 тысяч а допустим вот если ты целый президент так это дороже стоит тем более что ты не перестал быть миллиардером и бабки у тебя есть правильно я помню случай похожий с президентом клинтон когда там была девушка которая значит вот жаловалась на его домогательство она работала в аппарате ну каком-то там штата арканзас где клинтон был три срока губернатором вот и так вот она жаловалась что он я уже не помню точно детали то ли он был с ней в отношениях то ли он домогался этих отношений сейчас уже сказать трудно но тоже была похожая ситуация клинтон отрицает она настаивает все это воняло посредством массовой информации и был человек просто добрый который сказал слышь тетка вот те миллион задержала ему обидно стало вот эти вот те миллионы и чтоб ты больше не возникал и она успокоилась с этого миллиона конечно друзья в 90-е на миллион можно было купить как сейчас на 4 но не важно в общем а большие деньги бы тем более за что главное там полно женщин их домогают каждый день они ни копейки с это не имеют а тут вот на те пожел так что у них там принято вот это самое stormy дэниел видя что у нас теперь целый президент понимаете целый президент и 150 тысяч это унизительно вот у нее правда по контракту было что она не может там не разглашать ничего и что если она будет разглашать то она там должна вернуть эти 150 тысяч но как бы у нее такие обстоятельства что вот уж не знаю там какие но она ну хочет человек больше денег мы понимаем вот а тут этот а этот ему неудобно знать он вроде как президенты вроде врал 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 с другой стороны он он все время врет по 10 раз на дню врет и шли и что его 10 раз на дню ловит и он совершенно не в одном глазу поэтому ну врал его в общем я не знаю такая вот нас веселая страна такие у нас веселые новости значит мне кажется вам должно быть тоже весело ну есть чем сравнить как бы сопоставить у вас я не ограничиваю ход вашей мысли ничем вот но вот у нас так а у вас может еще как-то а может то же самое но просто как как-то вещь наоборот вот например слева направо или там сверху вниз а у нас вот так все друзья я подежурил по америке нынче и вот такие у нас новости счастлива и дежурство сдаю а